Десногорска В преддверии новогодних празднований 18 декабря в Центральной библиотеке города состоялась церемония презентации календаря знаменательных и памятных дат «Десногорск. Люди и время». Сегодня мы приглашаем вас совершить путешествие в недалекое прошлое нашего города. Мы с вами попадем в страну воспоминаний героев календаря знаменательных и памятных дат «Десногорск. Люди и время», который издается в Десногорской библиотеке уже в течение 13 лет. За все эти годы в выпусках календаря можно найти информацию о первостроителях Десногорска и Смоленской атомной электростанции, об известных юбилярах, работавших и работающих в различных сферах жизнедеятельности, об учреждениях и предприятиях города, а также знаковых событиях Десногорска. Это новое издание календаря выпущено на средства муниципального образования города Десногорск при всесторонней поддержке депутатов горсовета. В этот вечер в уютном зале библиотеки собралась большая часть героев о деятельности и жизни которых написано в новом выпуске журнала. Слова поздравления собравшимся в зале сказал глава администрации Вячеслав Владимирович Ситунков. Та история, которая пишется при активном участии наших горожан, при активном содействии нашей городской библиотеки, она пишется в первую очередь для нас, для потомков наших. Это история нашего города, но это же позволяет этой истории нам с вами поделиться со всем окружающим миром. И в этом плане труд становится поистине бесценным. В сегодняшнем календаре мы увидим отражение знаменательных дат и людей за 2013-2014 год. Но за всю историю календаря таких дат уже насчиталось довольно много. Я думаю, что в перспективе, в наших с вами силах вписать туда новые даты, я думаю, что хватит творчества и энтузиазма у наших тесногорцев для того, чтобы появиться в этих календарях в виде новых, знаменательных, замечательных людей, жителей города Тесногорска. Поэтому я думаю, что как минимум все это делается не зря, а как максимум от всей души хотел бы поблагодарить и Десногорскую библиотеку, и всех авторов, принявших участие в подготовке этого календаря. Спасибо, вы делаете очень нужное дело. Воспоминаниями о строительстве первых домов и микрорайонов поделился в этот вечер известный строитель – Десногорская юбиляр этого года Владимир Владимирович Ванат. Прекрасный город, прекрасная станция. Многотысячный коллектив сделал, казалось бы, свое дело. Но, безусловно, этого города бы не было, если бы не было вспоминательнейших помещений. Я специально на этом хочу заострить свое внимание. Я здесь тоже 40 лет. То есть Десногорску присвоено Десногорск, поселок Десногорск в 74-м году, а я приехал в 75-м, тоже в феврале. Мы как бы с ним, тезки февральские, я хочу сказать. Ну, началось с того, что поселили, конечно, на ПДУ, познакомился, а знакомиться было некогда. Была ночь, утро встал, на работу, строительство первого дома, второго дома. Через два дня пригласили подком управления строительства. Яцемовец. Яцемов строил, естественно. Велосипеде подком, там был тогда секретарь, подком секретарь, он в Замбрыльске, если память не изменяет. Ну, давайте создадим партийную ячейку, затем партийную организацию, такая наводящая политическая задача. Вот вам придется совпутаться с другими там делами. И меня и Леднова назначает ответственным еще за строительство базы ОРЦ, так на всякий случай. А потом провезли по станциям КНС, так называемые, так анализируемые насосные станции, очистные сооружения. А без этого дома ведь не пустишь, школу не пустишь, садик не запустишь. Я туда как глянул, там только крокодилы мне было. Воды под потолок, там кто-то пытался поставить оборудование смонтировать. Ну, строители воду убрали, это не наша задача. Мы делаем демонтаж оборудования, насосу. Слизистин пропал, электродвигатели надо сушить, делать новые обмотки. Ведем монтаж, постепенно сдаем. Люди, строившие Десногорск герои. Атомград строили не только строители, но и врачи, учителя и милиционеры. 25 лет назад, в 1989 году, Десногорское поселковое отделение милиции было реорганизовано в городской отдел внутренних дел. И об этом знаменательном событии, а также о традициях, сформировавшихся за годы внутри отдела, упомянуто в вышедшем новом календаре. Спасибо большое, что нас пригласили, руководителей полиции. Мы как бы должны были жить на воздухе, правильно, и общаться. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, я всегда доступен, приходите, кабинет был всегда открыт, прямой, побеседуем на любые вопросы. Ну и как бы предоставилось мне слово, преддверие, хочется всех поздравить с уступающим Новым годом, счастья, здоровья, семейного благополучия. В новом выпуске календаря знаменательных дат и событий отмечен уходящий 2014 год, который посвящен у нас в стране культуре. Очень приятно видеть вас всех, которые пришли сегодня на этот вечер. Сегодня 18 декабря, и, как уже сказала Зинаида Борисовна, действительно подходит в завершение 2014 год, год культуры. И наступает совсем рядышком уже 2015 год литературы, который близкий вам по духу. Хотелось бы, конечно, поблагодарить за работу библиотеки. Конечно, кому, как неработникам библиотеки, сделать такую завершающую точку, логическое завершение выпуском календаря знаменательных и памятных дат. Он для нас стал уже традиционным, но, вы знаете, за историю выпуска этот календарь менялся, в него вносились изменения, и мы думаем, что в будущем он также будет изменен. Потому как авторы этого календаря – это очень идейные, талантливые люди, которые делают все возможное, чтобы для нас, для читателей, этот календарь был нужным, важным и интересным. 22 декабря в Смоленском учебно-тренировочном центре открылась выставка творческих работ сотрудников и их детей, приуроченная к Дню энергетика. Инициатива проведения данной выставки принадлежит членам комиссии представителей трудового коллектива, созданной в УТЦ, и поддержана директором. Открывая выставку, Алексей Вячеславович поблагодарил организаторов и сотрудников, а их около 20 представивших свои работы. Видно, что с каких-то неожиданных сторон люди раскрываются, те, которых давно знают, совсем не там, может, прошедших коллектив в нашу, свои работы приносят, работают. И те, очень хорошо, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые все это устраивают, которые организовывают, это тоже достаточно непросто. Но сейчас, честно говоря, радостно, что удалось сделать такие вещи. На выставке представлены работы, выполненные в различных стилях и формах. Вышивка, вязание, декупаж, фотография, рисунки и поделки. Для сотрудников УТЦ, желающих освоить вышивку бисером и технику декупажа, пройдут мастер-классы. Их проведут инструкторы Смоленского УТЦ Надежда Викторовна Трещенкова и Елена Александровна Дублева. Подобные выставки нужны для того, чтобы в полном объеме познакомиться с персоналом, с его творческим потенциалом. Было неожиданно увидеть профессионального художника, фотографа, даже не знал, что он с такой работой. 25 декабря на закрытии выставки все авторы будут поощрены за творчество. Силами сотрудников ДПС ОМВД России по городу Десногорску еженедельно проводятся так называемые сплошные проверки на дорогах. Перед инспекторами стоит задача остановить максимальное количество машин и произвести проверку водителей. В первую очередь выявляются водители, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Если инспектор в водителе видит признаки опьянения, водитель отстраняется от управления, направляется на освидетельствование. Освидетельствование на состоянии опьянения можно пройти непосредственно в патрульной автомашине, то есть продуть прибор измерения опору алкоголя в выдыхаемом воздухе, либо по желанию водителя проехать в больницу. Во время рейдерсная проверка применяется прибор алкотестер, алтиметр Кобра, который служит для пропорции на месте, в который выходит сам прибор. С чеком выдающимся после результата освидетельствования получается сразу уже на месте водителя транспортного средства. Проходит освидетельствование и составляется материал опыта на стартину кровонарушения. Если же на то, то имеется основание. Насыщий на роботе? Да, необходимые нормы. Сейчас у нас 0,16 мм, который разрешается погрешной приборой, 0,48 мм. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года. Водителям нашего города я хотел бы пожелать внимательнее относиться к дороге, потому что тяжелые дорожные условия, снег, гололед, погода меняется, то теплее, то холоднее. И обратить внимание на свои транспортные средства, соблюдать скоростной режим, резину вовремя, так сказать, перебывать. Потому что я вот передвиваясь по городу и вижу, некоторые водители до сих пор ездят, так сказать, они думают, что всесезонная резина это та резина, на которой сейчас можно ездить. Нет, это на самом деле не так. Я считаю, что должна быть зимняя зимой, а летняя летом. Все, всего другого не должно быть. Также особое внимание водителей я хотел бы обратить на то, чтобы включали свет, ближний свет фар, либо дневные ходовые огни, либо противотуманные фары, так как погода даже в настоящий момент такая, что тот же пешеход и другие водители очень плохо, ну, иногда видят приближающее транспортное средство. Вот, особенно на пешеходных переходах, так как сейчас новогодние, в преддверии новогодних праздников много пешеходов ходит. И как бы водителю лучше, ну, и пешеходу, естественно, он видит о приближении опасности. Особое внимание также водителей хотел обратить на ремни безопасности. Вот, опять же, связано это с опасностью на дороге, и особенно, ну, задуматься о личной безопасности и о безопасности своих пассажиров. Также хотел бы порекомендовать водителей при перевозке детей использовать детские удерживающие средства, дабы предотвратить, так сказать, детский травматизм. Напоминаем, что подобные проверки будут проходить еженедельно, в любом месте и в любое время суток. Субтитры подогнал «Симон»!